Добрый день, друзья! Это Бонус, а я Гамовер. Вы вновь в гостях у программы Отвинта. Или программа Отвинта в гостях у вас. Как кому больше нравится? Смотрите нас только в телевизионном режиме Power On или ВКЛ. КПД. ВКЛ. Ключ. Кодируем помаленьку. А начать наш разговор хотелось бы вот с чего. Практически все термины компьютерной науки заимствованы из английского языка, в котором, как вы понимаете, мы не очень сильны. Это так называемые варваризмы. Вот мы и пробуем заменить их словами русской речи. Пробуем. Монитор мы назовем словом плоскосмотр. Или еще, например, вариант игровит. Штекер мы назовем словом внутрисуй. А винчестер тогда будет Тулкой. Или АК-47. Например, ПК со встроенным АК на 400 мегабайт. Вот такой почин. Если у вас, дорогие зрители, возникнут какие-нибудь соображения на сей счет, то черкните мне или вот ему несколько строк. Но вернемся к предмету нашей программы, компьютерным играм и забавам. Сначала мы расскажем вам об игре Betrayal at Krondor. Предательство в Крондере. Относящуюся к популярному классу ролевых игр. Как известно, увлечение стилем фэнтези охватило изрядную часть общества, в основном людей молодых и мечтательных. Многим теперь и жизнь не мила без всяких гоблинов, драконов и поножовщины на мечах. И поножовщины на ножах. Все перечисленное, еще кое-что вы найдете в Betrayal at Krondor. В этой игре 9 уровней и 3 главных персонажа, вполне послушных вашей воле. Во время путешествия по дорогам волшебной страны, героям повстречается очень много разного народа. Вынослужащие, волшебники, сборщики налогов, ниндзя... Не черепашки. А кто? Просто ниндзя. Ага, и ожившие покойники, а также разные другие. Самая разговорчивая публика сидит в тавернах, где можно и выпить. Эксперты программы установили, что самый дешевый Эль подается в местечке под названием Романи. Надо запомнить. Однако большинство встреч заканчивается тем, что сейчас принято называть кровавыми разборками. В этом случае постарайтесь в первую очередь обезвредить колдуна, если он находится в порядках противной стороны. Его всегда можно выделить по эксцентричному поведению. Они легко пускаются во всякие хитрости, мечут огненные шары и стрелы. Хорошо хоть, что их козни бессильны против старого доброго меча. Самыми опасными противниками являются покойники. Я бы даже сказал, беспокойники. Убить их невозможно, они и так мертвее мертвого. Нельзя их и ограбить. Создатели игры практически не оставили героям способов честного зарабатывания денег. Разбогатеть вы можете лишь обирая трупы, вламываясь в дома и изредка находя ничейные сундуки. Добытое добро можно сбывать в лавках и магазинах. Статья 6 Уголовного кодекса, скупка краденого. Несмотря на все вышесказанное, герои игры, в общем-то, весьма благородные люди, и преследуют они высокие цели. Вот так. Следующий номер нашей программы – увлекательная игра категории «Дум», во многом являющаяся усовершенствованием знаменитой «Вольфенштайн». Впрочем, мы уже не на старой доброй земле, а на совершенно чужой планете. И противостоят нам не солдаты вермахта, которые, несмотря на свой ужасный характер, все же земные, а какие-то немыслимые страшилища. Чтобы врага победить, его нужно знать. Самым сильным противником является большая ползучая башка. Она метко плюется огненными шарами, а, умирая, жалобно плачет. Другой враг – малолетающая балда. С виду они очень страшны и летают стаями, но справиться с ними при известной сноровке несложно. Дольше всего досаждать вам будут коричневые гады. По-видимому, это пресмыкающиеся. Их можно встретить практически везде. Видимо, их самки необычайно плодавитые. Я думаю, икру мечут. Справа и слева вы можете видеть остатки предыдущих игроков Doom, которые не были так удачливы, как мы. А это кто? А это черт. Doom – игра весьма требовательная к машинным ресурсам. Для успешной инсталляции вам потребуется как минимум 5 мегабайт оперативной памяти и 386-й, а лучше 486-й процессор. Управление происходит при помощи клавиатуры. Вот недаром доктор Геббельс говорил, когда я слышу слово «клавиатура», моя рука тянется к пистолету. Опытные игроки могут вообще не пользоваться оружием, понадеявшись на силу своего могучего кулака, прям как Майк Тайсон. При помощи бензопилы вы можете отделять от существ различные филейные части. Также получаются неплохие суповые наборы. Ну, из копыт можно делать, что это молодец. В конце пути вам повстречается вот такой вот паучок. Мало кого обрадует прямое попадание старого доброго «Магнум Экспресс-45». Вообще, пейзаж интерьера в Doom настолько хороши, а звуки так зловещие, что иногда даже становится не по себе. Предлагаем провести следующий эксперимент. Пригласите поиграть в Doom кого-нибудь, чьим расположением вы не особенно дорожите, а потом потихоньку подойдите со спины и оглушительно крикните «Атас!». Как утверждает один из оставшихся у нас живых экспертов, получается очень смешно. Ну что ж, если вы от страха ещё не побросали свои джойстики и мыши, то, как говорится, вернёмся к нашим фортранам. Мы представляем вам интересную игру под названием «Лёстин тайм». Потерянные во времени. Сделанную с применением так называемой сканерной графики. Ну, в смысле, что все картинки сделаны из реальных объектов. Игра принадлежит категории «квест». В смысле поиски и находки. Героиня, современная девушка, неожиданно оказывается в трюме старинного парусника, плывущего неизвестно куда, неизвестно зачем. Ей встречается множество персонажей, один из которых, как видите, поразительно напоминает моего коллегу Гомовера. Ну, как вы понимаете, не случайно. Она поднимается на полубак, оттуда забирается на бак, после чего смотрит в бок и обнаруживает Джокера, господина, принимающего живейшее участие во всём происходящем. Вам нужно выяснить, что же, собственно говоря, происходит, и постараться вернуться назад. Назад в будущее. Для этого придётся решить немало заданий, а главное – умело манипулировать с огромным количеством предметов. Вот, например, для того, чтобы открыть эти ворота, вам потребуется сначала отыскать яблоки, затем угостить ими коня. По мнению экспертов, Кобыллу Хеллу, первого московского инструментального коня завода от Херувима и Лолиты. Да, а когда он или она уйдёт, забраться в трактор, вынуть оттуда аккумулятор, в него окунуть стержень, смазать его в кислоте, затем этой кислотой расплавить замок, запирающий ворота, которые заслонял конь, которого вы угостили яблоками. Надеюсь, что вы уловили, в чём тут суть. КОНЕЦ От винта Как обычно, в конце нашей передачи от винта мы позабавим вас рассказом об очередном компьютерном вирусе. Среди последних новостей в этой области привлекает внимание следующее сообщение. Сенсационное открытие сделано в научно-исследовательском институте имени Джона Доу, город Портсмут, США. Здесь выявлен компьютерный вирус-мутант, который заражает не только все виды электронно-вычислительных машин, но и другую бытовую технику, как то холодильники, кофеварки и даже утюги. Инфицированные холодильники меняют режим работы и вместо того, чтобы замораживать пищу, подогревают и даже поджаривают её. Заражённые телевизоры показывают всего лишь одну программу от винта. Вот такое вот странное совпадение. А вы можете представить себе, как были удивлены астрономы из Смитсоновской высокогорной обсерватории, когда электронный телескоп обнаружил странную аномалию в районе моря спокойствия. Луна. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это огромное изображение актрисы Мерлин Монро. Ну, разумеется, проверка, проведённая обычными средствами, показала, что, конечно, никакой Мерлин Монро там нет, хотя многие исследователи начали утверждать, что игра света и тени создаёт иллюзорный образ, отдалённо напоминающий актёра Луида Фюнеза. Сегодня у нас в программе снова Дмитрий Лозинский со своими дрессированными вирусами. Вот. Ну, и должен сказать, что какие-то внешние эффекты бывают где-нибудь там в 10 или даже меньше процентов вирусов. Потому что всё-таки главная задача вируса не пакостить, а то, что делает его вирусом, это именно способность размножаться. А эффекты появляются, ну, новые совсем редко. Кстати, самая первая довольно мощная эпидемия вирусов из такого большого, сравнительно, потока грамотных вирусов была из Болгарии. У них как раз персональные компьютеры появились примерно на год раньше, чем у нас. Они за свои эти, как они там называются, стали делать, правиться. Вот. И там появилось несколько вирусописателей. Один известен под кличкой Дарк Эвенжер, Черный Мститель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok